Тенеу-Йорк Тимис, США Путин хочет оживить экономику при помощи плана И также при помощи фортепиано Эндрю Крамер Тенеу-Йорк Тимис, США 6 июня 2019 года Москва, Россия силой вернула себе место на мировой политической сцене Однако ее экономика страдает от медленного роста и сокращения доходов У президента Владимира Путина есть план, как это изменить И в нем есть своя роль даже у фортепиано Кремлевские официальные лица говорят, что на важной конференции инвесторов Которая открывается в четверг в Санкт-Петербурге Они будут продвигать новый шестилетний план стимулирования На который выделено 400 миллиардов долларов И который охватывает десяток отраслей экономики Там есть классические ассигнования, скажем, на строительство дорог и аэропортов А далее план становится более креативным Он предусматривает закупку для России 900 фортепиано и строительство 50 крытых катков Согласно плану, российские ученые к 2024 году опубликуют 200 статей по генетике в ведущих научных журналах Критики говорят, что это шаг назад, из-за которого государство усилит свою роль в принятии экономических решений Вплоть до закупок для музыкальных школ Они сравнивают эти меры с госпланом, который реализовывал плановую модель экономики в советскую эпоху Этот план озвучили спустя несколько месяцев после того, как российских бизнесменов призвали сплотиться вокруг государства и увеличить объемы капиталовложений Это также очередная попытка России обойти стороной американские и европейские санкции Согласно прогнозам, прозвучавшим в плане, эти меры воодушевят российское общество Наполовину сократят бедность и увеличат среднюю продолжительность жизни с 73 до 78 лет Давая интервью по этим проектам, российский министр экономики Максим Орешкин высмеял сравнение с советским планированием и сказал, что новые усилия носят инновационный характер и являются правильной политикой Мы поставили очень амбициозные цели, заявил Орешкин Экономический рост – это лишь одна из них Мы поставили много других целей, которые напрямую повлияют на качество жизни людей Это очередной поворот в зигзагообразной экономической истории России постсоветского периода Кремль все прошлое десятилетие пытался навести порядок в своих финансах, поскольку цены на нефть упали А после вторжения на Украину в 2014 году против Москвы были введены болезненные санкции У России бюджетный профицит, который она использует как превентивную меру защиты от будущих санкций А еще в качестве меры защиты она применяет поставки нефти Например, по закону, когда нефть стоит более 40 долларов за баррель, налоги на все доходы свыше этого уровня должны поступать на накопительные счеты Фонд национального благосостояния А не расходоваться, скажем, на зарплату учителям или на армию Сейчас у России есть валютный резерв почти в 500 миллиардов долларов, который является той подушкой безопасности Которая поможет защитить федеральный бюджет от будущих санкций и от падения нефтяных цен Но экономисты говорят, что из-за таких действий экономический рост в стране мизерный, потому что деньги выводятся из экономики За этот год рост ВВП, являющийся общепринятым мерилом состояния экономики, составил 0,5%, а реальные доходы населения снизились на 2,3% В России запущена серия национальных проектов Этот план предусматривает перенос внимания с потребительского спроса на инвестиции под руководством государства, которые рассматриваются как источник роста Даже сводные обзоры этого плана на 110 страниц изобилуют цифрами, от которых голова идет кругом Там предельно четко изложена роль государства в достижении поставленных целей Например, в документе говорится, что к 2024 году количество россиян, регулярно занимающихся спортом, должно увеличиться с 36,8% до 55% Министр экономики считает, что такие мелочи очень важны Стоящие перед нами задачи объективны и правильны, сказал Орешкин во время интервью Мы добились более глубокого понимания того, как цели на микроуровне формируют общие цифры Орешкин отметил, что эффект от стимулирования будет ощутим уже в этом году А экономический рост в 2021 году увеличится до 3,1% Проходящий на этой неделе в Санкт-Петербурге форум позволит провести глубокие дискуссии по конкретным направлениям развития нацпроектов с руководителями компаний и менеджерами хедж-фондов, сказал министр По его словам, Россия намерена и дальше привлекать частные инвестиции, а у правительства есть целый комплекс мер по улучшению инвестиционного климата Вместе с тем, Орешкин отметил, что могут возникнуть проблемы Торговые войны Америки с Китаем, Мексикой и другими странами способны замедлить рост мировой экономики и нанести ущерб России Независимые экономисты в недоумении, не зная, как будет обеспечиваться достижение целей российского плана В этом году Россия увеличила налог на добавленную стоимость И экономисты задаются вопросом о том, как это будет содействовать росту, поскольку налоги подняли еще до начала государственной программы стимулирования По сравнению с Западом, по сравнению с США, Британией или Францией российское правительство может выжимать соки из среднего класса и из бедных слоев населения гораздо больше, чем мы можем себе представить Сказал в интервью профессор Гарвардского университета Кенни Трагов Кенни Трагов, занимающийся вопросами экономики и государственной политики У них есть модель, являющаяся классическим примером ресурсного проклятия, когда государству не нужно развивать средний класс, чтобы поддерживать себя, армию и элиту, заявил он Одна из заявленных целей плана нацпроектов заключается в удвоении нынешних темпов роста с тем, чтобы российская экономика развивалась быстрее среднемировых темпов Это считается важным моментом для поддержания статуса страны Но многие экономисты говорят, что одними только стимулами и расходами этой цели не достичь, сколько бы музыкальных инструментов ни было закуплено Активность бизнеса повысится только после капитальной перестройки судебной системы, которая должна защищать имущественные права Московский инвестиционный банкир и автор популярного экономического блога Кирилл Тремасов говорит, что у государства просто нет выбора Оно может стимулировать частные компании, отмечает Тремасов, но результат будет непонятен по причине санкции геополитической напряженности Возврат к экономическому планированию является продолжением медлительного и нерешительного движения России от приватизации к реонационализации Но без улучшения отношений с внешним миром и без отмены санкций других вариантов у нее почти нет Они сталкиваются с дилеммой С одной стороны, им хочется, чтобы в Россию приезжало как можно больше зарубежных инвесторов Сказал главный экономист компании БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров А с другой стороны, они понимают, что важная проблема здесь геополитика, которую они не хотят обсуждать Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...